Камчатцы активно участвуют в выборах народной команды кандидатов. В регионе продолжается предварительное голосование «Единой России» в формате онлайн. В нем уже приняли участие почти 5000 человек. Всегда принимаем участие в голосовании, в предварительном и в конкретном, потому что это касается нашего округа, нашего района, в котором мы живем, в котором мы трудимся, в котором растут наши дети, и которые мы хотим, чтобы он стал, конечно же, лучше. Почему именно онлайн-голосование? В свете данных событий последнего времени, и терроризм, и эпидемия, конечно, не хочется выходить в места массового скопления, с экономией, с бережением своего здоровья и, конечно же, с экономией своего времени. Камчатка вошла в список регионов, где предварительное голосование проходит по смешанной системе. Жителям края дана возможность проголосовать не только с помощью интернета. В воскресенье 30 мая откроются счетные участки в Петропавловске, Вилючинске, Елизове и во всех муниципальных районах. Узнать, где конкретно вам голосовать, можно на главном сайте предварительного голосования. В этом году на праймерис счетные участки будут работать с 8 часов утра 30 мая и до 8 часов вечера. Приглашаем избирателей к нам приходить, естественно, с 8 утра. С собой обязательно, чтобы у них был паспорт. На нашем счетном участке избиратели могут проголосовать за кандидата в Государственную Думу Российской Федерации и в законодательное собрание Камчатского окрая. Наш счетный участок будет принимать жителей Ленинского района, начиная от улицы Сапун-гора и заканчивая установкой Садовой. В предварительном голосовании партии «Единая Россия» принимает участие более 150 кандидатов. Это люди разного возраста, пола, социального и профессионального статуса. Результаты будут опубликованы 1 июня. По итогам этой процедуры сформируют списки кандидатов, которые «Единая Россия» направит на выборы в Госдуму и Законодательное собрание Камчатского окрая 19 сентября 2021 года.